В Чувашии отремонтируют почти 60 километров федеральной трассы М7. Реконструкция дороги уже началась и ведется сразу на нескольких участках в разных районах республики. Правда, мешают погодные условия, но работа планируют выполнить в срок. Этот участок дороги находится на западном подъезде к Чебоксарам. Интенсивность движения здесь большая, отмечают дорожники. Дорога давно требует реконструкции. Работы здесь ведутся на 6 километрах трассы, от Харкасов до деревни Яуши. Проектом предусмотрено устройство четырехполосной автомобильной дороги по две полосы в каждом направлении и устройство разделительного ограждения и разделительные полосы. Дальше проектом предусмотрено устройство трех развязок. Одна из развязок у нас будет двухуровневая на пересечении с Ядренским шоссе и две одноуровневые грушевидные развязки. Это для доступа в населенные пункты Яуши, Крикокосы и поселок Вознесенская. После завершения всех работ трасса будет безопасна как для водителей, так и для пешеходов. Появится два наземных перехода, светодиодное освещение. Пропускная способность составит примерно 120 километров в час. До конца 2019 года на этом участке будут проводиться в основном подготовительные работы. Этот участок трассы М7 находится в Козловском районе. Здесь планируют отремонтировать 7 километров трассы. Дорога станет четырехполосной, шириной 16 метров. Также на этом участке трассы установят наружное освещение. Появится разделительное ограждение для безопасности пешеходов, два светофора. На сегодняшний день выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия на протяженности 4 километра 800 метров. Также продолжается работа по укладке нижнего слоя покрытия и по восстановлению конструкции дорожной одежды. И по уширению дорожной одежды средний объем где-то километр 200. Работы ведутся по графику, завершены будут в соответствии с контрактом. Установлен контракт на сроке. Всего до конца года в республике должны отремонтировать 26 километров федеральной трассы. На 33 километрах обновят верхний слой асфальта. На реконструкцию трассы М-7 из федерального бюджета выделено 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к 2023 году.